Здравствуйте, меня зовут Айнас Незамединов, я из республики Башкортостан. Сейчас буду знакомить вас с башкирской традиционной музыкой и немножко историей нашего народа. Вообще башкиры возникли путем слияния четырех разных народов, индоиранцев, получается тюрков, финно-угров и татаро-монголов. И получился вот такой интересный синтез, то есть мы в себе сочетаем по чуть-чуть каждого из этих народов, которые я перечислил, и этот синтез отражается везде, в том числе и в культуре. Поэтому у нас очень сильно развиты духовые инструменты, инструменты, которые не требуют большого количества времени для изготовления. И получается наши звуки, они исходят из звуков природы. То есть как бы человек много слушал природу, и исходя из этого получались какие-то новые инструменты. Начну я знакомство с самого древнего инструмента. Как вы думаете, как он называется? Кубыс, да. У башкира называется кубыс. Кто скажет, у скольки народов мира он является национальным инструментом? Ну, примерно хотя бы. Цифру какую-нибудь назовите. Я знаю, я знаю, у шевера народов, у всех этот инструмент есть. Ну, официально... В том числе у башки, у татар, у нагайцев еще она встречается. Официально этот инструмент считается национальным инструментом у 160 народов мира. То есть, получается, даже у норвежцев, даже у японцев, даже у немцев, да, даже... Ну, и получается, как вы сказали, у всех северных народов. Так, давайте попробуем что-нибудь на нем сыграть. Как я говорил, звуки природы. Звуки природы. Звуки природы. Продолжение следует... Как-то так. Сколько животных примерно вы здесь услышали? И звуки чего? Что? Волк? Еще. Да, правильно. Вот насчет волка хочу сказать. Слово «башхорт» появилось от слова «баш» — это «главный». «Хорт» на древне-тюркском языке означает «волк», «главный волк». Получается, у «башкир» очень сильно любили волков. Кубыс бывает нескольких видов. Сейчас еще... Прошу прощения. Вот такой вот еще вид есть. Он называется «хайран». 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 Это носовой кубыс. Ну, тоже интересный довольно-таки инструмент. Ну, то есть, такой... Свистулечка такая получается. Целая снаэпплиц получается. Да, да, да. Даже, я не знаю, любую руссконародную мелодию можно сыграть на ней. Например. Если у музыканта развита фантазия, мне кажется, тут очень много интересного еще можно извлечь. Следующий инструмент, с которым я хочу познакомить, это детская флейта или «габазгэ» у «башкир». В основном дети играли на этом инструменте. Ну, например. То есть, этот инструмент, мне кажется, есть у многих народов мира. И довольно-таки простой инструмент. Здесь есть мундштук и непосредственно корпус с шестью отверстиями. То есть, получается, он дает октаву. Две октавы. Кто разбирается в музыке, есть такие здесь? Есть? Ну, хорошо. Сейчас посмотрим, как разбираетесь. Может, сейчас, насколько я понял, мы сейчас играли что-то на озорковое детское танцевальное. Да, да, да. Как называется вот этот инструмент? Курай. Курай? Откуда вы знаете? Потому что все же я мечтаю играть на общество. Сейчас я передам… Возьмите, пожалуйста. Посмотрите, потрогайте. Каждый. Курай – это духовой инструмент, башкирский народный. Максимально простой инструмент. Вы, наверное, подумаете, что это просто какая-то трубка. Но на самом деле сейчас мы посмотрим, что эта трубка может. И вы, наверное, очень сильно удивитесь. У него… Это не борщевик. Биологическое название этого инструмента – реброплотник уральский. То есть он растет только на Южном Урале. Его больше нет нигде в мире. Поэтому мы вправе, башкиры вправе называть курай исконно башкирским инструментом. Отличие от борщевика в чем? Борщевик ядовит. То есть борщевик нельзя в рот брать, грубо говоря. А курай не ядовитый. Реброплотник уральский. Он не ядовитый. И у него нет… Как это называется? Разделений. Ну то есть… Да, да, перегородок нет. Он сплошной. И поэтому курай берут, режут и сушат. Потом делают уже непосредственно инструмент. Сейчас я хочу на ваших глазах изготовить инструмент и попробовать сыграть на нем. Мы срезали его в прошлом году с уральских гор. То есть в нем нет ни отверстий, ничего вообще. Он абсолютно как бы из леса, грубо говоря. Просто высушенный. Сейчас мы попробуем изготовить и поиграть. Да? Да, да. Ну как бы нужно водой залить и продуть. Но это как бы непринципиально. Вообще курай изготавливается как? У каждого курайста свой размер, свой курай. То есть это зависит от толщины кисти. Когда музыкант срезает, мастер срезает, он делает это таким образом. Эй, курай, эй, курай, где ты рос? В лесу. Кто срезал, мастер срезал, зачем срезал? Для того, чтобы играть. То есть 8… Ну это я перевел на русский язык. По-башкирски это звучит немножко по-другому. Эй, курай, эй, егид, кайда усть тенг урманда, кем каркта, оста каркта, нига каркта уйнарга. То есть 8 хватов. Получается вот 8 хватов я отсек, точнее отсчитал. И теперь я могу смело резать кончик. Да? Он же хрупкий, очень хрупкий. Потом есть более толстая сторона, есть более тонкая сторона. Берем отсчет от тонкой стороны и начинаем. Четыре пальца откладываем. Первое отверстие у нас будет на расстоянии четырех пальцев. Это мы берем. То есть для начала мы делаем маленькое отверстие. Потом от этого отверстия откладываем еще три пальца. Он очень хрупкий, поэтому… Да, и если чуть-чуть лишнего срежешь, потом уже не поиграешь на нем. Еще три пальца. Для тех, кто будет активнее всех помогать мне, отвечать на вопросы, я этот курай подарю. Поэтому не сидите молча, поддерживайте. Кто мне скажет, сколько октав у этого инструмента? Четыре. Вы из Башкорстана? Откуда вы знаете? Ну, на самом деле до пяти октав может выдать. Есть у нас такой курайст Роберт Вилдашев. Он может сыграть до пяти октав. Так, еще чуть-чуть. Давайте проверим. Бисмиллах Рахмар Ахим. Би-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- Ну, как-то так Ну, раз уж я взял курай Давайте Будем знакомиться с этим инструментом Курай Полая трубка С пятью отверстиями Саксофон, наверное, все слышали? Саксофон имеет диапазон в две октавы Курай имеет диапазон в четыре октавы И, ну, как бы Интересно, почему так получается То есть теоретически Курай может выдать 24 ноты То есть На нем можно сыграть абсолютно любые вещи Будь то классика, будь то народные песни Будь то какие-нибудь современные Там, не знаю, рок, попсу какую-нибудь Все что угодно можно сыграть Поэтому Начать я хочу С башкирской народной песни Урал называется Это гимн башкирского народа Урал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вообще бывают у башкир бывает мелодии нескольких видов первый вид этого рынка и протяжной песни второй вид алмакой это как это будет ли нет легкие легкие как это сказать напевный до волнообразный может я не знаю смысл примерно такой да сейчас давайте попробуем что-то лиричное сыграть а а и и и и и как-то так это звучит следующий тип мелодии это маршевые мелодия маршевых очень много было написано потому что башкиры были воинами и как бы участвовали во всех воинах во всех походах в составе русского государства башкиры присоединились к русскому государству в 1557 году из тех с тех пор были на страже русского государства с востока получается да давайте что-нибудь попробуем сыграть маршевого наполеон бонапарт этот марш посвящен как вы поняли наполеону бонапарту в 1812 году участвовали в войне с французами и башкиры в честь него написали такую интересную мелодию ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Вы, наверное, обратили внимание на то, что при игре на Курае появлялись еще какие-то другие звуки. То есть сам Курай в чистую звучит вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы накладываем еще грудной бурдонный звук, и получается вот такой вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще можно наложить горловое пение. То есть человек звучит как оркестр. Параллельно, параллельно, одновременно издавая несколько звуков, получается вот такой вот интересный эффект. А, ну раз уж я сказал про горловое пение, давайте что-нибудь попробуем с горловым пением. Вообще, в принципе, у башкир горловое пение было. В большой советской энциклопедии единственный народ, у которого было горловое пение, были башкиры. Ну вот так было написано. Хотя мы все на самом деле знаем, где лучшие горловики. Это тувинцы, хакасы. Горловое пение бывает трех видов. Низкое, среднее и высокое. Низкое звучит таким образом. Средний звучит таким образом Высокое, к сожалению, я не умею извлекать Это очень сложно Но обещаю научиться и показать вам когда-нибудь Горловое пение очень хорошо сочетается с кураем, с кубузом Давайте попробуем, покажем Ну и, конечно же, с вот этим инструментом, который называется думбра Думбра — это прототип гитары, так скажем Башкирская гитара, трехструнная Раньше думбру изготавливали из жил и животных То есть лески, струны были из жил и животных И очень мелодичный, очень красивый инструмент получается Давайте попробуем на нем поиграть Слышно? Горловое пение Горловое пение Как-то так звучит он То есть на нем можно играть и сольные какие-то произведения И очень хорошо звучит он в оркестрах И как аккомпанемент Ну, например, башкирский народный эпос «Алпамаша» Атайкара, атайкара, алпа келэ, алпа келэ, алпа келэ, алпа келэ, албасында бір әу келэ, бір әу келэ. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Курая Можно микрофон Немножко добавить? Спасибо Все возможности Курая И давайте сейчас поиграем Угадай мелодию » Ну да, все угадали, да? Я слышал одинокий пастух, да, не понял. Все верно. Давайте дальше. Ну, например. Так, все верно. Дальше. Бригада. Правильно. Дальше. Князь Игорь. Да, да, все верно. Очень красиво звучит, кстати, на этом инструменте. Всегда нравилось, как она звучит, поэтому одна из любимых моих мелодий. На Курай, наверное, это будет. Давайте что-нибудь посовременнее. Нет. Что, что, что? Джек Воробей, да, пират Корешевского моря. Игра престолов. Ну, давайте ее сыграем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде она была, да? Дальше. Какая? А, калинка называется, да? Да я шучу. Что-то еще было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вроде да. В принципе, если хотите узнать больше о башкирской народной культуре, приезжайте в Башкорстан. Я всю культуру вам не смогу приехать, привезти, показать, но постарался по максимуму. Я вообще сам по профессии танцор. Народный. Танцор-народник. Был бы Кураи сейчас или аккомпаниатор? Или давайте вы похлопаете, я станцую вам. Как вариант, да. Давайте я на Кураи сыграю, вы этот ритм мне дадите. Кураи сыграю, вы этот ритм мне дадите. И... Продолжение следует... Продолжение следует... Добро пожаловать к нам, кстати. Ну и хотелось бы завершить свое выступление. Своей любимой композицией называется она «Гальмиаза». Башкирская народная песня «Гальмиаза». Это песня про любовь. «Гальмиаза» «Гальмиаза» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вообще на самом деле у башкир принято завершать концерты, мероприятия, юбилеи какие-то коллективным танцам. То есть музыканты играют, плясовые мелодии, и вся толпа встает, начинает танцевать. Вы понимаете, да, на что я сейчас намекаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как считаете, как считаете нужным, как пожелает ваше тело, как вы слышите музыку? Отдайтесь телу и танцуйте. Да, просто главное под музыку делайте, и все нормально будет. Чуть-чуть можно микрофон поднять? Чуть-чуть. Нет, вот этот, основной. Давайте, я сейчас играю, вы танцуете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам. Надеюсь, хоть что-то было интересно вам сегодня. Спасибо вам за теплый прием. Очень приятно было играть здесь, перед вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...